всем доброго времени суток я приветствую вас на канале ого таро меня зовут ольга сегодня предлагаю вашему вниманию 2 прогноз на неделю с 24 по 30 августа включительно для знака зодиака рак уважаемые раки напоминаю что гадание имеет общий характер оно подойдет и женщинам и мужчинам поэтому я вас всех приглашаю к своему столу все что требуется от вас это внутреннее спокойствие сейчас по традиции вы можете загадать картам один вопрос желания думая о своем вопросе устанавливайте временной срок чтобы вы понимали в какой период времени для вас ваше желание проиграется или нет карта оставшаяся на самом дне колоды и будет являться ответом на ваш вопрос да или нет но ее мы будем смотреть в самом конце чтения основного вашего расклада поэтому запаситесь терпением этот таро прогноз вы можете смотреть как по своему основному знаку зодиака также и по асценденту и то и другое верно что с вами больше резонирует то и ваше возможно что с резонирует сразу оба знака тогда сопоставляйте анализируйте делайте выводы кому нужно больше времени чтобы загадать свой вопрос желание ставьте на паузу а я продолжаю уважаемые раки все карты вашего расклада перед вами и я приступаю к его чтению первая ваша карта покажет вас самих в этом периоде ваши основные мысли цели задачи ваши действия и ваш общий запас энергии для вас выпала карта королевы мечей несмотря на то что вы относитесь к стихии воды и ваши персональные карты это чаши здесь мы видим королеву мечей и она может показывать женщин раков ваши характеристики в этом периоде это решительность это воинственность это желание какой-то справедливости вы показаны как женщина очень болевая вы не позволяете кому-то что-то в своей жизни решать за вас а все пытаетесь сделать самостоятельно но это какие-то нервы это какое-то напряжение в вашей голове для кого-то это все то что может быть связано с гос домами с гос структурами любое оформление документов важных бумаг может быть в вашей жизни есть какой-то спор или конфликтный вопрос который вы держите в своей голове и также вы для себя его хотите разрешить по справедливости за словом в карман по этой карте вы не полезете и если вы посчитаете нужным кому-то что-то сказать вы скажете как отрежете вы показаны как женщины очень умные интеллектуальные у вас всегда есть четкий план последующих действий логика у вас железная для мужчин эта карта может говорить о влиянии женского лица на вашу жизнь в этом периоде женщина с непростой легкой судьбой для кого-то это может быть дома которая в разводе с которой вы имеете дела и от этой женщины что-то в вашей жизни также зависит вам не всегда легко с этой женщиной общаться но она вам в чем-то может также и помочь если говорить о вашем общем если говорить о вашем общем запасе энергии у женщин этой энергии предостаточно но моральное напряжение вас может немного истощать вы постоянно нервничайте если говорить о мужчинах в чем-то вас может поддерживать женщина она вам может придавать и силу и уверенность давайте посмотрим общий фонд событий всей этой недели что войдет в вашу жизнь и здесь мы видим шесть жезлов карта очень активная и хорошая она говорит о положительных известиях что-то вас в этом периоде сто процентов порадует для многих из вас это то чего вы ждали давно то на что надеялись и вот в чем-то победа для кого-то это важные бумаги документы для кого-то это просто информация устного характера для кого-то это что-то материальное то что вы можете подержать в руках но вы благодаря тому что что-то получаете будете летать на крыльях счастья это большая радость это ваша собственная победа над преодолением житейских трудностей если говорить о женщинах то вами она вполне заслужена почему потому что я вижу что вы женщина настоящий воин настоящий борец вся эта неделя будет у вас очень активной вы постоянно в движении вы на ногах вы с кем-то общаетесь вам очень помогают ваши коммуникации вы уважаемый человек в обществе с вами хотят дружить с вами хотят общаться и во многом кто-то вас будет поддерживать для кого-то эта карта также может предвещать и дороги поэтому если вы что-то запланировали все у вас должно получиться давайте посмотрим что ждет наши семейные пары в этом периоде для вас выпала карта королевы пентаклей и 9 мечей также есть дополнительно сожалению карты говорят о каких-то больших огорчениях в доме в семье из-за чего то есть большая подавленность большая боль ваша внутренняя мука вы что-то хотите поменять в чем-то вы себя вините при том винить вы себя можете в том в чем вы совершенно не виноваты если говорить о женщинах раках вот эта карта также может говорить о вас в этом периоде то что касается дома семьи вы и умничка и хозяечка и красавица вы всегда на высоте это что касается домашних забот вы абсолютно со всем справляетесь вы успеваете и на работе и дома но за кого-то из своих близких у вас большая подавленность хотя вы стараетесь держаться на позитиве насколько это возможно вы смотрите все таки с оптимизмом в будущее но карта девятка мечей может говорить о каких-то родовых проблемах и сложностях которые есть вашей семье в общем у кого-то из родственников может быть это родители может быть братья и сестры но так как эта карта выпала на сторону вашей второй половинки то есть супруга она может предполагать то что у вашего супруга что-то не ладится у него эмоциональные срывы и ему может казаться что все идет не так вы для него в этот момент являетесь надежной опорой и поддержкой если говорить о мужчинах то вы конечно свою женщину очень любите очень цените за те все качества которые я озвучила вы ей преданы но ей от этого не легче ей тяжело и ей нужна помощь а с вашей стороны я вижу то что вы во всем надеетесь и рассчитываете на нее но может быть она сама себя так поставила что она должна быть главой в семье доминировать поэтому так и получается давайте возьмем дополнительную карту и здесь мы видим карту старшего аркана суда эта карта подтверждает то что действительно проблемы накопились они есть их много это не плод вашего воображения то что касается семьи многим из вас предстоит принимать какие-то важные решения касающиеся не только вас но и близких кто-то ждет вашей помощи вашей поддержки кто-то в чем-то на вас надеется хотя вам может быть и самим где-то в чем-то нужна поддержка но многих из вас я вижу как людей очень ответственных вы не готовы что-то со своих плечей перекладывать на чужие и конечно же вы будете бороться для тех у кого решаются какие-то вопросы с документами с имуществом здесь тоже может быть какая-то тяжба из-за чего-то вы также можете очень страдать чтобы в вашем доме не происходило вот эти карты говорят о том что пришло время перемен уже сейчас уже в дне сегодняшнем вам в чем-то нужно пересматривать свои позиции возможно с кем-то вести какие-то серьезные разговоры для того чтобы эти изменения в вашу жизнь вошли что положительного в этих картах то что высшие силы все-таки вам сопутствует и во многом вас будут защищать эта карта архангела гавриила и даже когда вам будет казаться что ничего в жизни невозможно изменить что я не справлюсь или у меня что-то не получится вас поддержат вы сможете вы сильные у вас все получится и вам нужно выходить из вот этих депрессий потому что вам плохо а кому-то может быть еще хуже поэтому многие рассчитывают именно на вас давайте посмотрим что происходит у наших одиноких раков мы видим здесь пятерку жезлов также королеву жезлов и карту старшего аркана умеренности для одиноких карты тоже говорят о том что не все гладко и не все хорошо это касается и работы и личных отношений если говорить о деловой среде вы все время напряжены для тех кто работает ваша работа может зависеть от женщины если смотрят меня женщины то в работе вы проявляете деловые качества активность но снова таки вам приходит приспосабливаться под людей под работодатели еще под кого-то под какие-то условия а вам хочется свободы вам хочется самоутверждение прекрасные карты для тех кто занимается самообразованием если вы чему-то учитесь и постигаете какие-то знания карта умеренности может показывать людей учеников и она говорит о том что учениками мы можем быть в любом возрасте даже если в этом периоде в вашей жизни есть какая-то временная остановка либо вам приходится под кого-то приспосабливаться на то есть воля высших они говорят о том что пройдет вот этот период и в вашей жизни что-то непременно будет меняться просто пока еще не пришло время очень много зависти сплетен каких-то склок возле вас вас постоянно кто-то может втягивать какую-то борьбу в какие-то сплетни какие-то неприятные разговоры за вашей спиной и вы все время из-за этого напряжены вы думаете откуда в следующий раз вот будет какая-то гадость да то есть вы как бы уже ждете в очередной раз что кто-то что-то сделает плохое пятерка жезлов предполагает сама по себе оборону то что к вам может кто-то идти с войной и вы вынуждены защищаться если говорить о женщинах вы умеете отстаивать свои интересы во многом вам поможет ваша хитрость и ваше умение пользоваться теми связями которые у вас есть да пока приспосабливаемся под что-то или под кого-то но при этом планируем свое будущее для тех кто встречается ваши отношения могут развиваться но я вижу что вы не особо себя чувствуете комфортно в этих отношениях если смотрят меня женщины все зависит от вас самих даже для тех кто встречается у вас может наступать какое-то непонимание какие-то конфликты вы можете чувствовать либо какие-то ограничения в свободе из-за партнера и это также то что вызывают у вас размышления если меня смотрят мужчины раки и вы с кем-то встречаетесь я вижу что до рядом с вами может быть какая-то достойная женщина но почему-то она огорчается из-за вашего характера из-за вашей нетерпимости но пока я вижу что эта женщина для вас старается для тех кто еще ни с кем не встречается вы непременно еще свое счастье повстречаете уважаемых женщины раки старайтесь всегда хорошо выглядеть быть на высоте блистайте привлекайте к себе внимание и счастье вашу жизнь может нагрянуть и неожиданно но по этим картам пока нужно немножечко подождать это время вам дано для чего-то другого давайте посмотрим что происходит в центре вашего расклада здесь мы увидим основные события вашей жизни и что на вашем сердечке мы видим карту старшего аркана отшельника эта карта может говорить о том что вы уходите в себя что вы пытаетесь абстрагироваться от общества от людей вам одному или одной как будто бы комфортней так вы можете о чем-то подумать по философствовать о чем-то поразмышлять на сегодняшний день у многих из вас есть какой-то в жизни спорный вопрос и вам нужна чья-то помощь в чем-то вы сомневаетесь для многих из вас эта карта может говорить о человеке духовном наставнике учителя это может быть как мужчина так и женщина для кого-то это может быть врач психолог старший друг или товарищ это может быть кто угодно человек который может вам чем-то помочь но вы и сами пытаетесь прислушиваться к своему внутреннему голосу у вас богатый жизненный опыт за плечами и многие ответы вы сами знаете они есть у вас внутри если вы что-то начали если у вас что-то не получается при первых неудачах не опускайте руки идите вперед только доведя дело до конца вас будет ждать успех для тех кто ищет работу я вижу что это больше пассивность чем активность может быть вы имеете большие сомнения по поводу того куда идти куда не идти вы ищете работу по душе а по душе вы найти как будто бы ничего не можете для тех кто работает эта карта может говорить о желании быть подальше от людей то есть если вы в коллективе вам особо ни с кем не хочется общаться и вы просто со стороны за всем можете наблюдать даже если вы работаете на себя эта карта говорит о том что в чем-то вам нужно пересмотреть ценовую политику где-то вы страдаете финансово из-за своей доброты из-за своей уступчивости и возьмем дополнительную карту здесь мы видим 6 мечей эта карта дорог и она говорит о том что изменения в лучшую сторону в работе будут то есть есть движение вы выбираете какой-то правильный курс то есть по отшельнику если до какого-то момента вы сомневались то здесь я уже вижу четкий план действий вы перестаете оглядываться на прошлое вы смотрите только в будущее у многих для тех кто ускорится возможность все-таки найти неплохую работу есть для кого-то эти карты предполагают то что вы в размышлениях из-за дальних дорог для кого-то это может быть рабочие дороги для кого-то это путешествие пока какая-то остановка но немножечко погодя вот эти ваши дороги осуществятся обязательно какая-то поездка для вас не за горами давайте посмотрим на ваши финансы на финансы выпла карта четверки пентаклей карта материальная и это уже хорошо несмотря на то что в ваших руках небольшие деньги но они уверены у многих из вас есть желание отложить чтобы был резерв у кого-то по этой карте есть накопленные деньги сбережения которым вы очень бережно относитесь во многом я вижу что вы себе готовы отказывать потому что у вас есть какая-то цель и пока вы откладываете для тех кому тяжело отлаживать деньги вы все равно попытаетесь это сделать вы почувствуете в этом необходимость если ваши деньги напрямую зависят от работы они к вам поступают стабильно но от работы либо от тех людей с которыми вы общаетесь у вас есть какая-то усталость и вам также хочется больше уединения об этом говорил и отшельник об этом говорила и четверка пентаклей но стабильность есть деньги есть для тех кто не работает вообще эта карта может говорить о том что вам помогают либо ваши сбережения либо у вас есть какой-то дополнительный небольшой заработок но вы также без денег не будете я вижу очень бережно отношение к деньгам давайте посмотрим что происходит во внешнем мире на внешний мир выпала карта старшего аркана башни она может говорить о любого рода неожиданности вас могут ждать неожиданность кем-то конфликты то есть эта карта может говорить о любых разочарованиях форс-мажоре для кого-то это что-то то что связано с казенными домами либо с имущественными вопросами почему потому что башня может об этом говорить но давайте возьмем поясняющую карту карта смерти говорит о том что действительно что-то тотально может не получаться во внешнем мире по этим картам вы за собой стяните какие-то старые хвосты проблем и есть проблемы и в настоящем все это накладывается на ваши плечи тяжелым грузом из-за этого у вас могут быть как психологические проблемы вы сильно из-за чего-то нервничайте большая подавленность и желание что-то в жизни поменять я все-таки сюда возьму еще одну дополнительную карту просто так карта туза мечей но выпала она для вас перевернутой она говорит о том что у тех у кого какие-то новые начинания что-то пока может не получаться есть помехи со внешнего мира кто-то вам может либо препятствовать либо из-за вашей крайней усталости и подавленности у вас также что-то может то на что вы надеетесь не получаться десятка жезлов подтверждают то что вам многим нужен отдых нужно перезагрузка я вижу что физически вы страдаете не только эмоционально задумайтесь о своем здоровье и вот эти карты могут говорить о том что может быть вы на время как отходите отдел из-за того что испытываете большую тяжесть для того чтобы эти карты для вас проигрались лучшим образом если вы работаете сознательно возьмите какой-то отпуск или перерыв насколько это возможно по десятке жезлов вы тянете на себе непосильную ношу вам нужно эти проблемы разгрузить либо немножечко поделиться с кем-то еще уж слишком много на вас всего давайте посмотрим на скрытые факторы этой недели 8 пентаклей карта рыцаря чаш и карта старшего аркана звезды то что касается денег работы все у вас здесь будет хорошо многие из вас действительно могут совмещать и работу и учебу вас ждут какие-то положительные известия после каких-то грустных новостей вас ждут очень хорошие известия которые дадут вам надежду подарят вам маленькое счастье и окрылят вас у вас появится вера в чем-то вам может помогать мужчина либо из дома либо из семьи для кого-то это любимый человек для кого-то это хороший друг но в мужском лице и не один я вижу возле вас много мужчин это касается и женщин и мужчин ваши далеко идущие планы вы все-таки рано или поздно сможете осуществить но на что-то нужно время и кто-то вас будет искренне поддерживать для кого-то это романтические встречи свидания развитие каких-то отношений также карта звезд говорит о том что многие из вас люди очень творческие для кого-то эти карты могут говорить о том что вас ждет новое знакомство через интернет либо новая работа какие-то новые возможности либо вы для себя находите какую-то нужную информацию которая вам поможет в делах давайте посмотрим на завершение этого периода что вас ждет в конце недели и здесь мы видим двоечку чаш карта гармонии и равновесия она говорит о том что вы все-таки найдете поддержку в лице близкого человека если вы женщина это может быть мужчина если вы мужчина то это может быть женщина это какой-то важный плодотворный гармоничный союз двух людей двух душ вы с кем-то как будто бы на одной волне у вас с кем-то есть понимание и это важно то что вы не одиноки во вселенной давайте посмотрим карту основного совета для вас на этот период и здесь мы видим короля чаш для женщин что-то вашей жизни может зависеть либо может зависеть от голубоглазого мужчины либо мужчины стихии воды ваши же стихии это может быть рыба рак или скорпион по гороскопу для кого-то это может быть кто-то из вашей семьи супругу брат отец для кого-то хороший друг любимый или любовник этот человек идет к вам с искренними намерениями и если вам милый женщина какой-то мужчина предлагает помощь не отказывайтесь вам действительно помогут если говорить о мужчинах эта карта показывает вас самих и она говорит о том что не опускайте руки многое зависит исключительно от вас самих вы хозяева своей судьбы хотя иногда вам так не кажется из-за тех проблем которые могут наваливаться на ваши плечи но я вижу вашу творческую натуру где-то вы очень ранимы в негативе эта карта может говорить о ваших сменах о перепадах настроения и вы сами из-за этого можете страдать и страдают те кто рядом с вами поэтому пытайтесь контролировать свои эмоции но в общем карта очень хорошая она показывает вас как людей порядочных добрых и творческих давайте посмотрим ответ на ваш вопрос да или нет и здесь для вас выпала карта старшего аркана шута она не говорит ни да ни нет она говорит о том что ваша ситуация находится в стадии отсчета 0 на уровне пока идеи мысли которая только формируется для того чтобы вот это реализовать жизнь то что вы задумали нужен хороший фундамент под ногами у вас пока его нет это только идеи это только мысли это какая-то спонтанность в делах то что влияет на ваш вопрос в негативе также карта может говорить о том что ваша излишняя поспешность суетливость то что вы недостаточно хорошо организовали какие-то процессы связанные с тем вопросы которые вы задали именно поэтому у вас что-то может не получаться давайте возьмем карту на отдаленное будущее для того чтобы все-таки у вас была ясность карта троечки мечей к сожалению говорит нет пока нет на тот период который вы загадали что обидно что что-то у вас может не получаться из-за каких-то глупых конфликтов из-за которых вы нервничаете и в конечном итоге вот это ваше эмоциональное состояние отражается на многие сферы вашей жизни поэтому постарайтесь не нервничать и беречь себя уважаемые раки таким для вас был расклад на этот период всем хорошего настроения всем позитива не отчаивайтесь если вы увидели ответ нет у нас есть еще следующие недельные расклады я не прощаюсь с вами я говорю вам до новых встреч до следующих видео а